Всем привет! Сегодня давайте собираться вместе. Сначала я решила записать такой очень легкий весенне-летний макияж, не перегруженный и потом уже будет стойкий на какое-то специальное мероприятие, торжество, на вечерний выход. Я вот в повседневной жизни очень не люблю прям сильно накрашенное лицо, особенно когда за окном жарко, потому что для меня нет ничего хуже, когда косметика начинает плыть на моем лице и образуется какая-то вообще каша. Это выглядит настолько некрасиво. Уже лучше использовать какие-то легкие текстуры, которые не будут замазывать прям все-все-все, скрывать какие-то недостатки. Но утром я тоже не просыпаюсь какой-то прям сногсшибательной красоткой, поэтому иногда мне хочется подкраситься. И сегодня я буду использовать косметику, которая собрана вот этой относительно небольшой косметички. Здесь и кисти, и мицеллярная вода. И вот этого всего мне в принципе абсолютно достаточно для повседневного макияжа. Давайте будем начинать. Я уже нанесла весь свой уход вместе с фильтром. И сейчас буду пользоваться таким очень легким тонирующим средством, которое практически ничего не перекрывает, но дает небольшой видимый результат. И мне нравится то, что это бархатное покрытие. Я постараюсь сделать вставки с какими-то альтернативами, со средствами, которые мне также нравятся, потому что сейчас у меня в косметичке Armani, но это не единственное средство, которым я пользуюсь и которым я довольна. Этот тон даже скорее как база, он больше выравнивает текстуру, и он вообще не липкий. Сейчас, когда мы активно проводим время, ездим на велосипедах, на самокатах, постоянно гуляем на улице, то мне нравится то, что к нему не прилипает пыль. А если у вас есть какие-то любимые минеральные пудры с легким покрытием, поделитесь со мной. Хочется что-то попробовать именно из этого сегмента. Шаг, к которому я не всегда прибегаю, но сегодня, наверное, стоит воспользоваться. Это очень легкий, светоотражающий, увлажняющий консилер. Ну, не могу сказать, что прям какой-то супер стойкий, но летом я даже не ожидаю того, чтобы мой макияж выглядел безупречно, скажем, в 8-9 часов вечера. Все-таки любой макияж будет слегка уставшим. Если где-то что-то сотрется, то я не паникую, ничего страшного. Наношу чуть-чуть на вот эту зону и дальше растушевываю пальчиком. То есть вообще небольшое количество для того, чтобы немножко освежить эту область, но чтобы косметика вообще не была видна на лице. Дальше я беру любимую пудру Too Faced и супер мягкую кисть от Наташи Шик. Это даже не лапка котика, это как шиншилла. Если вы когда-то прикасались к шиншилле, то вы понимаете, о чем я. Чуть-чуть наношу под глаза, немножко на веки, слегка припудриваю щеки, чтобы скрыть поры, а все остальное не припудриваю. Так, на лице все еще есть небольшие покраснения в некоторых местах. И вместо того, чтобы зашпаклевывать все лицо, я постоянно пользуюсь каким-то более плотным матовым корректором. Сейчас у меня в косметичке Нарс в оттенке ванилла. И уже образовалась такая небольшая ямочка, что говорит о регулярном использовании. В последнее время я не наношу корректор пальцем, а пользуюсь кисточкой для губ. Вот такая, которая складывается. У меня муба, но я думаю, что в каждом бренде вы найдете что-то такое из синтетического ворса. И вот так легко замазываю какие-то последствия войны на моем лице. Кстати, девчонки, вы замечали, что чем больше что-то замазываешь, тем больше в конечном итоге все это видно. Поэтому я решила просто не париться. Сейчас у меня кожа в неплохом состоянии, поэтому не совсем понятно, о чем я говорю. Но если у меня даже какое-то большое воспаление на лице, я чуть-чуть корректирую цвет, но не наношу прям слой косметики. Потому что мне кажется, что тогда за километр видно, что я пыталась что-то затушевать. И еще больше все присматриваются, что же такое у нее на лице. А может вообще никто не обращает на это внимания. Но даже я больше это все вижу в зеркале, так что, короче, я не парюсь. В последнее время мои брови объявили мне какой-то страйк. И не хотят краситься и укладываться так, как раньше. В некоторых местах образовались пробелы, которые я не могу закрасить при помощи моих любимых теней для бровей. И с гелем тоже что-то не так. В общем, я психанула, пошла в Сифору и хотела себе купить какую-то помадку. Очень долго не пользовалась такими средствами. Была в Украине и забыла заказать Сенсейшн. Ну, как-то так много разных событий было на протяжении недели, что просто вылетело из головы. Кстати, у Make Up For Ever очень классная фарбка, чуть ли не сказала, ну, помадка для бровей. Я когда-то использовала в оттенке 10. И это было первое средство, благодаря которому я сделала первый шаг в направлении к красивым бровям. И мне посоветовали попробовать новую помаду для бровей, и не только для бровей, наверное, от Kat Von D. Это суперстойкое средство. И я взяла себе в оттенке Blonde. Кстати, оно вообще недорогое, купила его со скидкой. Суть не в этом. Я ожидаю от средства для бровей, чтобы мне подходил оттенок, и чтобы оно было стойким. Чтобы я не переживала в течение дня, что у меня что-то там стерлось, разъехалось. И сейчас надо сосредоточиться и легкими движениями заполнить брови. Я начала с моей проблемной брови, и у меня уже поднимается давление. Вот почему она какая-то такая мохнатая, я не знаю, что с ней не так. Ну, в общем, я рассчитываю на то, что она все-таки восстановится и отрастет. И я дальше смогу пользоваться оттеночным гелем для бровей, потому что сейчас как-то, ну, вообще не идет. И приходится с ней помучиться. В тех местах, где я немного накосячила и вышла за границу бровей, я прохожусь остатками корректора, который был на кисточке. И перестаю насиловать свои брови, ну, со второй я сейчас буду разбираться, потому что у большинства девушек все же нет времени утром или в течение дня на выполнение макияжа на протяжении часа, а то и дольше. Поэтому в этот раз так. Я призываю вас не заморачиваться, потому что это повседневный макияж, который не должен занимать так много времени. Поэтому иногда лучше отпустить ситуацию, не знаю, выйти на улицу, как-то более продуктивно провести свое свободное время. И не переживайте из-за каких-то там бровей или недостатков на лице. Это такие моменты, которые исправимы, с которыми нам иногда приходится научиться жить и двигаться дальше. Так, худшее уже за мной. Кстати, я сегодня снимаю при максимально стандартных настройках, обычном дневном освещении. Солнце выходит, заходит. Но мне кажется, что так даже лучше, потому что вы сможете увидеть реальную картинку и то, как это выглядит в обычной жизни, а не просто макияж, который красиво выглядит на камере, а потом по-настоящему, ну так, не очень. Сейчас возьму бронзер. У меня это MAC Baby Don't Go. Наношу просто на все части, куда обычно кладется бронзер, для того, чтобы лицо было более свежим, отдохнувшим. Но не делаю никакой скульптурности, потому что сейчас, мне кажется, это уже даже антитренд. Ну, если это не вечерний макияж, то кому нужен какой-то контуринг в стиле Ким Кардашиан в обычной жизни? На работе, в офисе или на прогулке с ребенком. Согласны? Немного на нос. Иногда я дома крашу бруби и ресницы, а остальное докрашиваю в машине, пока мы куда-то едем. Техника в руках дикаря, я забыла нажать кнопку записи, поэтому повторюсь, что в косметичке я нашла румяна от Bourjois. Это их новинка, которую нам презентовали в Париже. Двойные румяна, которые предназначены для техники дрейпинг. Но так как в повседневной жизни я не люблю что-то там придумывать, просто беру свою небольшую мини-кисть, набираю в таком приличном количестве и наношу, не жалея от души, прям вот размашистыми движениями, потому что в течение дня румяна немного сотрутся, станут более блеклыми. Но и сейчас, как видите, я тоже не выгляжу как матрешка. Быстро накрашу ресницы, у меня случилась косметическая трагедия. Я где-то потеряла запасную резиночку от моего любимого зажима для ресниц Шу Уэмура, и я не знаю, где ее купить. Пожалуйста, поделитесь информацией, если знаете, где можно приобрести, потому что предыдущая уже пришла в негодность. У меня есть вот этот вот Inglot, он тоже неплохой, но если сравнивать с Шу Уэмура, то он немного проигрывает. Ну, завиваю реснички, крашу тушью Кабаре Vivienne Sabo. Она не отпечатывается, не осыпается, и я ее очень довольна. В Украине мне удалось найти всего одну в продаже, так что когда она закончится, вот даже не знаю, что делать. Так, видите, сразу глаз поп и открылся. О, может вы мне посоветуете, делает ли кто-то классное ламинирование ресниц в Кракове? Мне нужен такой результат. Если вы знаете кого-то, please, 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 или в Директ, в Инстаграм, или, пожалуйста, в комментарии. Делитесь, девчонки, я всегда пользуюсь вашими рекомендациями, какими-то советами. Так что буду ждать вас там. Так, ну и осталось нанести помаду. У меня здесь Бобби Браун в оттенке Бэйби и блеск Клиник. Пусть будет помада. А вообще-то иногда я просто что-то бесцветное наношу, и это практически максимум на каждый день. Очень красивый, слегка коралловый, но все-таки больше розовый цвет. Как видите, помада ложится таким полупрозрачным слоем, и очень приятно ощущается. Она увлажняющая. На этом мой ежедневный макияж готов. Как видите, ничего сложного. Очень часто я пропускаю какие-то шаги. К примеру, я не использую тушь или консилер. Я просто надеваю очки, и это уже 70% летнего макияжа. Особенно, если вы где-то в отпуске или это выходной день. Я просто призываю вас не перегружать свое лицо и дать ему отдохнуть. И еще мне очень нравится использовать какие-то тинты для век, что-то очень легкое. Такую дымку, вот к примеру, Бужуа. Давайте сейчас им и намажусь. Где у меня зеркальце? Это у меня оттенок 02. У меня также есть любимый тинт от Armani. Он уже еле дышит. Развела его дюралайном, и он еще как-то там функционирует. Надо будет купить новые. У NYX классные тинты. Точнее, это больше как металлические тени. И они уже более интенсивные. И у Бужуа мне нравятся светлые оттенки. Еще номер 4. Он у меня тоже есть в косметичке. Вот он более насыщенный. Если вам нравятся такие легкие дневные смолки айс, то обратите внимание на него. Вот он у меня здесь. Я покажу вам его поближе. Потом досниму кусочки. И если хотите еще большей интенсивности, то просто возьмите коричневый карандаш и подведите линию роста ресниц. Этого вполне достаточно для такого легкого дневного макияжа. Но чтобы все было подчеркнуто. И, к примеру, если я фотографируюсь или, не знаю, мы идем куда-то в гости, то вот эта программа максимум. То есть больше я не использую. Все. Пальцем что-то там подтушевала. Такой макияж отлично подойдет для новоиспеченных мамочек, которые торопятся, которым некогда думать, что и как, куда, зачем. Просто накрасились и побежали. Волосы уже успели подсохнуть, пока я окрасилась. Такой макияж занимает от 7, нет, от 5 до 7 минут. И сейчас пойдем выбирать наряд. Покажу вам образ в целом. Субтитры сделал DimaTorzok